МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Петербург называют городом, высеченным в граните. 70% центральных улиц вымощено именно им. Здесь на Большой морской использовали 4 вида этого натурального камня. Вот такой вот серый добывают лишь в одном месте на Земле. Гранит – это расплавленные магматические массы, которые миллионы лет назад под высоким давлением остывали в глубинах Земли, но всегда спаивая разные породы. Именно поэтому в каждом месторождении свой уникальный цвет камня. На крупнейшем на северо-западе России карьере вырезали миллионный блок. В месяц мы добываем 1700-1800 метров кубических блоков. Все это сырье идет на заводы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где перерабатывается на изделия, плиты, бордюры, парапеты, поребрики и так далее. Серый камень из-под Выборга узнает любой, кто бывал в Петербурге. Он почти везде и является уже частью имиджа города. Особенность этой породы – долговечность. Очень низкое водопоглощение. Это значит устойчивость к морозам. И поэтому камень практически не разрушается под воздействием морозов и эффекта вот этого расширения воды в трещинах. Один кубический метр гранита весит 3 тонны. Стандартный блок обычно около 3 кубов, чтобы 9 тонн камня превратились вот в такие аккуратные плиты, бордюры или даже статуи. В Петербурге и Ленинградской области работают 4 камнеобрабатывающих завода. Чем станет эта глыба, пока сказать сложно. Часть блоков оказывается под зубьями огромной циркулярной пилы. Она делит массив на слэбы. Так называют плиты-заготовки. Недавно наши коллеги из архива нашли документы, достаточно уникальные, которые говорят о том, что в 1912 году по этому адресу находились мастерские по обработке мрамора посредством пиления и с использованием паровых машин. Поэтому это место историческое. За век технологии далеко ушли. На смену пару пришло электричество. А быстрее, чем огромная пила, с глыбой расправляются пятиканатные распиловочные станки. В дело идут алмазные канаты. Гранит порода твердая и съедает их очень быстро. Здесь нам ничего нет. В процессе работы алмазы измаживаются. А как часто приходится заменять? Меняют канаты после где-то распила 14 квадратных метров плиты на 1 погонный метр длины канат. Алмазы режут границы скоростью полметра в час. И только эти станки могут разделить блок на слэбы шириной всего в 2 сантиметра, не сломав их и сохранив прочность. Плиты проверят отдел контроля качества. Если все в порядке, им придадут требуемую фактуру. В старину полировали свинцом. Мастер мог несколько дней натирать камень бруском металла, чтобы добиться блеска. Сегодня на полировке работают даже девушки. 12 насадок разной зернистости очень быстро одна за одной создают на гранитной поверхности глянец. За смену одна работница может отшлифовать 8 крупных плит. Гранитные шары – еще одна визитная карточка Санкт-Петербурга. Их печатают на открытках, используют в качестве логотипа. У молодоженов есть традиция бить о них на счастье бокалы. По легенде, мастер камнерез Суханов вырезал их вручную, буквально на глаз. Но открою вам секрет. Вот этот создан в 80-е годы прошлого века. Предшественника уронили в Неву во время реставрации. Поднять не смогли. А на Петербургском камнеобрабатывающем заводе мастер повторил подвиг камнетеса прошлого. И также вручную вытесал дублера. Алексей Егоров – Суханов 21 века. Идеальный шар для него не проблема, а точнее, для его станков с числовым программным управлением. Современный токарный станок способен вырубить из камня не только шар, а практически любые формы. Был бы человек, который напишет для робота программу. Он может всевозможные формы делать. От шаров, балясин, урны, стеллы. В принципе, токарный станок приспособлен к любой работе. А когда нужно вырезать мельчайшие детали, в ход идет гидроабразивная обработка. Струя воды, которую направляет роботизированный резчик, проходит сквозь камень с поражающей скоростью. Так быстро гранит не режет даже алмаз. Мне сложно представить, что водой можно пилить камень. Как вообще это работает? Это работает вместе с гидроабразивом. Кварцевый песок и вода, давление. Вот и результат. Но это значительно облегчает труд человека. И производительность машины гораздо больше, чем человека. Сфинксы – еще один символ Санкт-Петербурга. Загадочные животные с телом льва и головой женщины украшают почти все набережные. В сквере композитора Андрея Петрова появился вот такой вот уникальный сфинкс-скрипка. Такие сложные фигуры ни один робот делать пока не умеет. Без каменотеса, как и сотни лет назад, не обойтись. Антон Лебедев – потомственный каменотес. Камни превращал в предметы искусства еще его отец. Лебедев-старший и сегодня может дать сыну совет. Папа делает грубую обработку гранита. А потом он должен будет болгаркой отценить? Потом будет пилить болгаркой подчистовую обработку. Ваня Лебедев еще учится в ваших классах, но уже интересуется работой отца и даже делает первые шаги в профессии. Бей сюда аккуратно. В 19 лет меня привел сюда, на работу, мой отец. Он устраивал меня и научил всему, что я сейчас умею. Работа современного каменотеса очень шумная. Постоянный стук молота – мелочь по сравнению с работой термоотбойника. Под огромным давлением бензин вырывается из сопла. Вкрапления разных пород разогреваются с разной скоростью, и мелкие камни буквально выбивают поток пламени. Рев сравним с турбиной самолета. Некоторым мастерам рев не страшен. Им не нужны ни наушники, ни беруши. На предприятии работают глухонемые. Заведующая хозчастью раньше трудилась во дворце культуры для людей с нарушением слуха. И она нашла завод, готовый принять людей с ограниченными возможностями. В мае 1997 года пришли 27 человек. Но ребята двое работали на камникольном участке, четверо на разбуровке плиты, блоков. А остальные пробовали свои силы камнетесами. Теперь она и завхоз, и сурдопереводчик. Рабочие с нарушением слуха называют ее мамой. Один из подопечных Андрей Комаров. Мастер высокого класса. Сейчас делает огромную гранитную барную стойку. Цена ошибки несколько миллионов, но ему доверяют безоговорочно. Сегодня сложно себе представить, но когда-то дворцовая площадь была полностью покрыта асфальтом. В 1934 году он заменил собой царский булыжник, лишь в 1977 году. В сердце города появилась брусчатка, конечно же, местного производства. На камнеобрабатывающем заводе отходов почти не бывает. Крупные обломки попадают в камникольный цех. Здесь под прессами булыжники превращаются в аккуратные кусочки брусчатки. Вы же по Петербургу гуляете, свою брусчатку встречаете? Встречаю. Ну, у нас лучше, чем там старая лежит. Почему? Ну, не знаю, может, потому что я ее делаю. Три мастера за смену делают 50 квадратных метров брусчатки. За 30 лет своей истории компания вымастила 720 тысяч квадратных метров городских и парковых площадей. Говорят, даже российские императоры столько гранита. Все вместе не уложили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин